В каких бы обстоятельствах вы не спорили сегодня с Господом, подчинитесь Ему. Вы никогда не найдете настолько убедительных аргументов, чтобы Бог встал на вашу сторону в вашем бонсе. А вы можете быть эмоциональными, можете устроить скандал, можете даже уйти. Бог не согласится с вами, Он не сдвинется, просто подчинитесь Ему во всем. Подчинитесь Ему. Тема этой проповеди — навигация в неизвестном. Мы становимся лучше в этом. У нас точно появилось больше практики. Мы не можем заглянуть дальше одного-двух дней, какими будут новые вызовы, или какие старые вызовы вернутся назад, кто станет антагонистом, какими будут нужды. Но Бог продолжает вести нас. Я хочу начать этот урок с фундамента веры среди волн смятения, которые дезориентируют нас. Мы видим перемены кругом. Мы живем в Теннесси, как в пузыре. Большая часть страны не наслаждается теми свободами, которые есть у нас в этом году. Есть вещи, которые мы не можем упускать из виду. Первое. Бог любит вас. Он любит и меня тоже. Вопрос не только вас. Бог любит нас. В Писании нет объяснения этому. Мы нечистивые, аморальные, бунтующие, упрямые. А Творец неба и земли, который создал нас, любит нас, это выше нашего понимания. Некоторым из вас кажется, что вас не любят. Другие страдают от отвержения. Вы прошли через трудные моменты в жизни. Разрушенные семьи, отношения, боль, разбитые сердца. Это не выдумка, а реальность. И важно понимать, что это не просто клише. Вы важны для Бога. Он любит вас. Я хочу добавить к этому вторую идею. Бог желает вам лучшего. Нам легко сказать это, а потом побежать дальше. Но мы не живем так, словно верим, что Бог желает нам лучшего. Потому что мы не доверяем Ему. Не даем Ему полный доступ к нашим мыслям. Мы пытаемся спрятать свои вещи или календарь. Мы не уверены в том, что хотим, чтобы Бог смотрел на Него. Мы ведем себя так, словно не верим в то, что Он желает нам лучшего. Это правда. Бог хочет лучшего для вас. И я хочу добавить к этому еще одну идею, которая поднимет планку. Бог знает, что будет лучше для вас. Я специально сделал паузу. Многие из нас, даже те, которые называют себя последователем Христа и находятся в церковном мире, тратят много сил и времени, пытаясь убедить Бога в том, что лучше для нас. У вас хватит смелости спросить у Бога, чего Он желает вам? На что вы должны тратить свое время, силы, энергию и ресурсы? Готовы ли вы сделать это? Или вы будете перетягивать канат с Богом по поводу календаря, приоритетов, служения? Бог знает, что лучше. Есть четвертая часть, которая также важна, как и предыдущие три. Мой или ваш взгляд слишком ограничен? Наш опыт слишком мал. Существует слишком много переменных. У нас слишком мало времени, чтобы научиться. Все меняется очень быстро. Наш взгляд слишком ограничен. Нам нужен Божий взгляд. Мы не настолько умны, как считаем. Библия говорит, что мы дивно сотворены, и я признаю это. Я не пытаюсь унизить вас. Я поражен тем, на что способны люди. Но есть Бог, и это не мы. Есть пятая часть, на которую вам необходимо обратить внимание. Путешествие по времени проходит с трудностями. Я не имею в виду просто трудности в ваших отношениях с Богом. Повиновение — это не наше состояние по умолчанию. Наше состояние по умолчанию — бунт. Мы научились приходить в церковь и сдерживать себя, пока люди смотрят на нас. Но реальность состоит в том, что у всех нас есть проблемы с тем, чтобы слушаться Бога. На самом деле мы можем лучше понять наш путь и стать зрелыми, последователями Христа, если будем все больше отдавать себя Господу. Дело не только в том, чтобы сказать молитву грешника. Я верю в новое рождение, спасение, обращение, или как еще вы называете стартовую точку. Это важный компонент духовного путешествия. Но если мы будем следовать Ему каждый день, то будем лучше понимать, как подчиняться Богу. Я продолжаю этому учиться, надеюсь, вы тоже. Ведь то, как я обращался к Богу 2-3 года назад, уже неадекватно, в контексте вызовов 20-го. Есть и шестая часть. Вы должны помнить о том, что дьявол и его царство также реальны. Дьявол и его царство реальны. У вас должен быть план и база знаний для того, чтобы отвечать ему. Ведь в противном случае вы будете крайне уязвимы. Петр говорит, чтобы мы противостали дьяволу, и он убежит от нас. Но перед этим он говорит, чтобы мы бодрствовали и трезвились, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. И седьмой пункт. Нам оказывают поддержку. Бог не оставил нас самих. У нас есть Его Слово, Его Дух, другие верующие. И ко всему этому Библия говорит, что Бог дает каждому человеку меру веры. Он дает нам важный компонент, чтобы мы верили в Него. И если мы отвергаем Бога, то проблема не в том, кто создал нас. Все дело в упрямстве и нежелании верить в Него с нашей стороны. Если вы оказались сегодня в этой битве, то я хочу призвать вас, смиритесь. Вопрос не в том, чтобы присоединиться к церкви, угодить пастору или поставить крестики. В еще каких-то пунктах. Друзья, есть Бог, и однажды вы предстанете перед Ним. Нам придется дать отчет за наше путешествие во времени. Вы не сможете обвинить церковь или религию, непоследовательность христиан или лицемерие других. Вы будете давать ответ за свою жизнь и свой выбор. Бог дал вам помощь. Он дал вам дар, дал инструменты, чтобы сказать, «Я верю, что Бог есть». Я многого не знаю. Я не знаю, хватит ли мне сил и смелости, чтобы пройти этот путь до конца, но я выбираю тебя. Иисус, я даю тебе первое место. Если ты поможешь мне с сегодняшним днем, мы займемся завтрашним, когда поднимется солнце. Я знаю, что этот список прост и знаком большинству из вас, но вы должны постоянно вспоминать о нем. Среди бурь, стресса, именно ваше осознание основ больше всего влияет на итоговый результат. Это же касается спорта, бизнеса и вашей веры. Не забывайте о том факте, что Бог любит вас, что Он желает лучшего вам. Благочестие не унизит вас. Никогда не забывайте о том, что Бог знает больше вас и меня. В этом есть облегчение. Проблемы не означают, что вы дисквалифицированы, неудачливы или сломаны. Это нормально. Если вы встретились с кем-то, кто утверждает, что у него не было проблем в вере, то либо человек не осознает их, либо он лжец. Это борьба, и дьявол реален. Он не играет по-честному. Он злой. Если вы читаете Библию с нами, то знаете, что мы заканчиваем книгу Иеремии. И в 42-й главе сказано следующее. Это первый стих. «И приступили все военные начальники, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии пророку, «Помолись о нас, Господу Богу Твоему, обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза Твои видят нас, чтобы Господь Бог Твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». Он сказал им, «Помолюсь, Господу Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии, «Господь да будет между нами свидетелем, верным и истинным том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет Тебя к нам Господь, Бог Твой. Хорошо ли, худо ли то будет». Они понимали природу. Мы можем сказать, что не хотим слушать этого и не послушаемся, но в этот раз, что бы он ни сказал, мы послушаемся. В следующей главе, в первом стихе мы читаем, когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога, их, все те слова, с которыми Господь, Бог их, послал его к ним, люди сказали Иеремии, «Неправду ты говоришь, не посылал Тебя Господь, Бог наш, сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там». И не послушали все военные начальники и весь народ гласа Господа. Вавилоняне угрожали им, они уничтожили город и принесли множество страданий. Оставшиеся хотели бежать в Египет, но Иеремия сказал им слово, «Не идите в Египет». Если вы останетесь здесь, Бог позаботится о вас, Он будет кормить и обеспечивать вас, защищать вас, а если вы убежите в Египет, то будете уничтожены. И когда Иеремия передал им послание, они сказали, «Ты лжешь?» Они все равно хотели пойти в Египет, они не собирались слушать Иеремию. Я хочу задать вам пару вопросов. Нам легко потеряться в истории, забыть имена, но что вы делаете, если Бог не дает вам ответа, который вы хотели? Что вы делаете, если Бог не дает вам ответа, который вы хотели? Вы поступаете так, как хотели? Вы ведете себя так, словно Божий взгляд не ясен? Возможно, вы в замешательстве, возможно, нет, означало «возможно». Я хочу, чтобы мы увидели конфликт между волей, моей волей и волей Божией. Я настроен, и вы тоже, на то, чтобы делать все по-своему. Мы видим, что Дух Божий приглашает нас, открывает нам альтернативы, другие варианты. Он начинает показывать нам, что есть другие пути, но конфликт не исчезает просто потому, что вы повторили молитву грешника и пришли в церковь, или вы учили слова припева. Конфликт не исчезает просто потому, что ваши волосы посидели. Это не что-то, что актуально лишь для подростков. Мы должны оставить этот миф. Один из лучших способов различать зло и Дух Божий связан с определением вашей воли. Бог будет приглашать, обличать, побуждать вас, приносить дискомфорт. Зло будет доминировать над вами. Вторая книга про Липоменон, 30 глава. Там сказано, «И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле израильской и иудеи, и по повелению царя говорили, дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских, «И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали перед Господом Богом отцов своих, и он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковы, но как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите в Освятилище Его, которое Он осветил навек». Друзья, это один из лучших советов. В каких бы условиях вы не спорили сегодня с Господом, подчинитесь Ему. Вы никогда не найдете настолько убедительных аргументов, чтобы Бог встал на вашу сторону в вашем бунте. А вы можете быть эмоциональными, можете устроить скандал, можете уйти, Бог не согласится с вами, Он не сдвинется. Подчинитесь Ему. Послание, Кова 1 глава. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я знаю, что это есть в Библии, но это странно. «С великой радостью принимаете различные трудности?» Должно быть что-то еще. Должна быть причина. Зная, что испытания вашей веры производят терпение. Если ваша вера не будет испытано, вы никогда не узнаете, как быть терпеливым и настойчивым. Сложнее всего, в этом году для меня было то, что ничего не закончилось. Сидите дома две недели. Хорошо? Я просидел дома две недели, все будет хорошо. Но прошло две недели, и лучше не стало. Нам нужны еще шесть недель. Хорошо? Но через шесть недель, нам говорят, мы так и не разобрались с этим. Возможно, нам нужен год. Постойте, каждую неделю появлялась новая проблема. Я устал от этого. Но мы так и не закончили с этим, так что не можем сдаться. Это не игра с четырьмя точками и отсчетами. Мы не играем до девяти аутов. Это не матч на пять сетов. Мы должны оставаться в строю, пока наш главнокомандующий не скажет, что мы прошли. Испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте. Вы не можете возрастать в Господе, пока не примете терпение. Единственный способ научиться терпению – это терпеть. Мы проходим через время Божьего суда. Мы переживаем последствия нечестия. Мы не можем жертвовать своими детьми, глядя в другую сторону, словно это не имеет никакого значения. Иногда проблемы приносят потери. Это может быть потеря репутации, потеря ресурсов, потеря здоровья или возможностей. Но мы учимся слушать и повиноваться. Вам не захочется проходить курс заново. Не садитесь с теми, кто отвлекает вас. Делайте заметки и учитесь после уроков. Мы должны усвоить урок. Это важно. Я много учился. Я знаю, что можно ходить на учебу, чтобы заполнять время и пространство, или чтобы учиться. Я советую вам не просто заполнять время, пока Бог не переведет вас туда, где вы хотите быть. Давайте учиться, а вы будете благодарны за результат. Не забывайте, что Он умнее нас. Это время тренировки. Знаете, что такое тренировка? Это когда вы делаете что-то, что позволяет вам достичь чего-то в будущем, чего вы не можете достичь сегодня. Как бы сильно вы ни пытались. Христиане ошибаются, думая, что искренности достаточно. Вы можете быть искренне неадекватными. Можете искренне ошибаться. Искренности недостаточно. Пожалуйста, не обижайтесь, если вы были искренни с Господом и не получили того, что хотели. Нам нужно обучение. Сказано, что мы обучаемся через дисциплину. Когда мы говорим о тренировке, то с ней связаны определенные вещи. Сезон тренировки – это сезон жертвы. Сезон тренировки – это время интенсивного обучения. Сезон тренировки готовит нас к тому, что ждет нас впереди. Сезон тренировки требует дисциплины. Часто сезон тренировки приводит к тому, что вы оказываетесь в меньшинстве. Не все хотят тренироваться. У меня было множество сфер, в которых я проходил этапы тренировки или обучения. Мои родители хотели, чтобы я с братом умел работать. Лично у меня не было особого желания к этому. Я мог бы обойтись и без этого, но они считали, что это было важно для всех нас. Они находили нам работу. Нам не нужно было ее искать. Мы нашли человека, который готов взять тебя на работу. Спасибо, сэр. Я всегда думал об этом, но у меня не хватало смелости сказать вслух. Вы нашли работу, вы на ней и работаете. Я не против этого. Но к тому моменту я многому научился и знал, что лучше помалкивать. Знаете, что я понял в работе? Она неприятная. Работа – это невесело. Вы можете найти в ней какую-то радость и смысл, но многие работы не приносили мне никакой радости. Но я научился доводить задачу до конца, работать под кем-то. Все это шло в наборе. Знаете, эти уроки помогли мне. Точно так же есть и духовные тренировки. Сегодня все меньше людей поддерживают духовную тренировку. Часто нам приходится тренироваться анонимно. А вы можете быть в церкви, в группе, в команде, в служении. Но главные уроки, которые Бог даст вам в жизни, будут связаны с очень небольшим кругом людей. Вспомните Давида. Он был пастухом. Его готовили стать царем. Он еще не знал об этом. Он учится. Он не понимает своего потенциала. Не понимает потребности. Не видит примеров. Мы говорили о том, что Бог умнее нас. Что наш опыт ограничен. Наш взгляд ограничен. Давид знал лишь о том, что должен был стеречь овец. А тут перед ним появляется медведь. Он мог убежать, и его бы никто не обвинял. Но Давид научился бороться с медведями и львами. Это было неприятным сюрпризом для Голиафа. Главное, что я могу сказать вам о духовном обучении. Преимущества превзойдут все ваши ожидания. Если вы дадите мне три минуты, то я расскажу вам о том, какую тренировку мы проходим сейчас. Первое. Я считаю, что мы учимся молиться. Если вы еще не взялись за это, проснитесь. Лучший пример этому Иисус в Гефсиманском саду. Впереди его ждали ужасные вещи. Он взял своих лучших друзей, чтобы помолиться, но они не помогли ему. Он пришел и разбудил их. А потом он сказал Петру, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ты должен молиться за себя, Петр. Мы не осознаем этого. Мы учимся медленно. Мы не осознаем нужды. Мы хотим, чтобы кто-то другой молился за нас. Мы не уникальны в этом смысле. Ближайшие друзья Иисуса поступали так же. Мы должны научиться молиться. И в послании к Ефесинам говорится «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». Не существует лишь одна молитва. Молитва, как спорт или фрукты. Есть множество различных молитв. Принципы и времена их использования отличаются. Начинайте с того, что есть. Личная молитва, молитва за других, ходатайственная молитва. Второе, чему нас учат – верить. Мы учимся доверять Богу, верить в Него. Вера, доверие, верность. Все эти слова обладают одним корнем. Мы учимся доверять Богу. Иисус сказал «Да не смущается сердце вашим». Верьте в Бога и в Меня верьте. Если ваше сердце смущается, то вы можете верить больше, чем сейчас. Не нужно впадать в осуждение. Скажите «Господи, я хочу доверять Тебе больше, помоги мне в этом». Доставайте свои Библии, становитесь на колени. Ну и третье, чему нас учит Библия, так это покаяние. Не бездумное покаяние, не поверхностное покаяние, не просто покаяние за наш выбор и за наши мысли, но покаяние за нас как церковь, как народ и нацию. Мы должны понять, что вопрос не только в личном спасении, мы тело Христово. Рука не может сказать ноге «Ты мне не нужна». Мы должны нести в себе искреннее смирение, которое говорит «Боже, будь милостив к нам». Мы сбились с курса, мы должны избавиться от своей самоправедности, которая тыкает пальцами в других. или считает, что лучшее, что мы можем сделать для мира, так это пойти на компромисс и принять грех. Друзья, это обман. Лекарство от греха – это не принятие его, а покаяние в нем. Ну и последнее на сегодня, о чем я хочу вам сказать, нас учат стоять. Послание к Ефесиным, 6 глава, 13-й стих. Тут говорится «Для сего примите все оружие Божие». «Дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять». Вот это да. Когда наступит день злой, что мы с вами должны сделать? Должны устоять. Битва не наша, но мы должны стоять на своем. Мы стражи на стенах, пастыри овец, свет во тьме, соль в мире. Мы должны стоять. Мы не можем пойти на компромисс, отречься, отказаться. Мы должны стоять. Это наша тренировка. Стоите до конца. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Друзья, мы приближаемся к концу весьма необычного года. Кто бы мог подумать, что 20-й год будет именно таким. Я хочу поблагодарить всех, кто молился о нас. Мы видим результаты ваших молитв. В этом году мы значительно расширили наше служение практически в каждом направлении. Еще в начале карантина, в апреле, мы начали радиослужение в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Мы начали транслировать наши телепрограммы каждый день по всей стране. Сотни тысяч людей услышали Евангелие. Благодаря вашей партнерской поддержке этот год дал множество новых возможностей для благовестия. В преддверии Нового года я призываю вас сделать свой вклад в наше служение. «Щедрый партнер нашего служения пообещал удвоить каждый пожертвованный вами доллар в пределах одного миллиона долларов». В качестве благодарности за ваше пожертвование вы получите книгу «Настойчивая вера». В этой книге пастор Аллен учит, как оставаться верным Богу в любых условиях. Не забудьте, что благодаря щедрому другу нашего служения ваше пожертвование будет удвоено, а значит, будет удвоен и ваш вклад в Евангелие. Звоните нам сегодня по телефону на экране или заходите на наш сайт. Мы ждем ваших звонков. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с Мартом. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей, родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Друзья, мы приближаемся к концу весьма необычного года. Кто бы мог подумать, что 20-й год будет именно таким. Я хочу поблагодарить всех, кто молился о нас. Мы видим результаты ваших молитв. В этом году мы значительно расширили наше служение практически в каждом направлении. Еще в начале карантина, в апреле, мы начали радиослужение в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Мы начали транслировать наши телепрограммы каждый день по всей стране. Сотни тысяч людей услышали Евангелие. Благодаря вашей партнерской поддержке этот год дал множество новых возможностей для благовестия. В преддверии Нового Года я призываю вас сделать свой вклад в наше служение. Щедрый партнер нашего служения пообещал удвоить каждый пожертвованный вами доллар в пределах одного миллиона долларов. В качестве благодарности за ваше пожертвование вы получите книгу «Настойчивая вера». В этой книге пастор Аллен учит, как оставаться верным Богу в любых условиях. Не забудьте, что благодаря щедрому другу нашего служения ваше пожертвование будет удвоено, а значит, будет удвоен и ваш вклад в Евангелие. Звоните нам сегодня по телефону на экране или заходите на наш сайт. Мы ждем ваших звонков.